Брешит, Бытие, 37 глава, и здесь рассказывается о жизни Иакова, и Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской, тогда это была ханаанская земля, она сегодня уже не ханаанская. Если мы правильно понимаем, потому что здесь нет четкого указания, но в районе Бершевы жил Иаков, и почему-то житие Иакова вдруг начинается с таких слов. Иосиф, это последний его сын, 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И дальше мы читаем про сны Иосифа, про те видения, которые Бог показывал, о том, что в один день Иосиф, несмотря на то, что он младше, а так не было заведено, станет больше старших. И когда Иосиф рассказывал эти сны отцу, матери, братья слышали, то отец и мама впадали в такой как бы ступор, не понимая, о чем он говорит, несмотря на то, что пророческий дух обитал в них, но не всегда все можно однозначно состыковать. Братья же просто исполнялись завистью. И после начинается история, которую мы все знаем, и я ее повторять не буду. Там ситуация, как братья просто кинули Иосифа в ров, и потом продали его. По тексту не вполне понятно, сколько раз продавали, и некоторые комментаторы говорят, первый раз продали Ишмаэлитам, каравану сыновей Ишмаэля, а потом перепродали Мадианитянам. Короче говоря, Иосиф оказался в Египте, и там на его голову упала масса-масса вещей. Что мы помним или что мы должны вынести из этой истории? Там было, во-первых, предательство, там была зависть, там была масса страданий. Ну вот кто-то может только вообразить вещи, через которые проходил Иосиф. Я вчера вечером что-то выскочил у меня, сэр это один, и хотел его посмотреть, называется «Изгой». Наверное, вы видели его как посылочная, как она называется, «Федекс», «Федекс» компания, самолет упал. Я не знаю, это правдивая история, неправдивая, но он нашел себя на необитаемом острове и пробыл там X времени 4 года. И потом чудом спасся. Короче говоря, история просто страдальческая, и можно представить, вот он на плоте, и мысли наполняют его. И там он потом рассказывает своему другу, что он даже готов был расстаться с жизнью. Я говорю, что вот Иосиф в тех вещах, где он, предаваем братьями, где он проходит через абсолютно ненормальные вещи, через предательство и страдания, измены, параллельно с этим и покаяние, и восстановление, и испытание, и искушение опять. Мы помним, что там с ним происходило в Египте, и последующие откровения и возвышения. О чем я хочу сказать? В большей или в меньшей мере такие вещи могут происходить и происходят по правде в жизни каждого человека. Но, то есть, я не могу сказать, то есть, не всякий для таких дел сотворен, чтобы быть испытан таким образом. Про Машеха Иешуа сказано, был испытан более всех сынов человеческих и превозмог это все так, что Господь посадил его на престоле величайшей славы. Но суть здесь в истории Иосифа интересная. Знаете, Иосиф не роптал, то есть, нельзя сказать совсем не роптал, нет человека, который совсем не ропщит. И могут приходить сомнения даже самым стойким. Когда мы читаем про последние моменты свободной жизни Иешуа до заключения под стражу, когда он молился в Гефсимании, в Ган-Хашмониме, это место в Иерусалиме, где недавно были странные истории. Там кто-то общину пытался, церковь пытались поджечь. Он когда молился, говорит, да минет чашесть, то есть он, сын Божий, который был для этого пост, да минет чаше. То есть ропот и вещи, которые заставляют нас сомневаться, а реально ли я для, и почему это мне, и как оно могло со мной, оно может быть любым человеком. Но важно, где ты и как ты потом выйдешь. И мы видим, что и Иосиф, и другие библейские герои дают нам поразительный пример, что они уходят от стороны ропота в сторону или смирения и терпения, или благодарения и терпения, или в какую-то ту сторону, где они просто доверяются Божьей воле. И всякий раз, без исключений, абсолютно без исключений, если человек в состоянии выйти со стороны тьмы, я имею в виду ропота, там, где он всех обвиняет и всех клянет, говоря, это из-за того, это из-за сего, это он такой, это он такой, или это я такой. Если он может уйти от этого и сказать, Господи, в этот момент помоги мне, выведи обстоятельства в другую плоскость, то нам Библия показывает, что это случается. И это то, что случилось потом с Иосифом.